И приглашаем к микрофону Клюшенкову Татьяну Андреевну. Татьяна Андреевна, главный библиотекарь отдела планирования и развития Петрозаводского городского округа Централизованной библиотечной системы. Карелия с нами на связи. И тема доклада «Онлайн-ресурсы. Лесные приключения с Владимиром Даниловым как средство сохранения и продвижения творческого наследия карельского писателя-натуралиста Владимира Данилова». Добрый день, уважаемые коллеги. Рада приветствовать вас из Централизованной библиотечной системы Петрозаводска. Если меня слушают коллеги-библиотекари, поздравляю всех с прошедшим общероссийским днём библиотек. Также, если возможно, из Карелии коллеги какие-то меня слушают, сегодня ещё и у нас день работника культуры Республики Карелия, так что с ним я тоже всех вас поздравляю. Как уже было сказано, я главный библиотекарь отдела планирования и развития нашей Централизованной библиотечной системы. И также ещё я администратор сайта Централизованной библиотечной системы Петрозаводска. Наш сайт располагается по адресу biblioteka.ptz.ru и работой по продвижению наших фондов при помощи электронных ресурсов мы занимаемся уже достаточно давно. Так, ресурс, о котором я сегодня хочу поговорить, был размещен на сайте и представлен ещё в 2013 году. Он называется «Лесные приключения» с Владимиром Даниловым. Владимир Михайлович Данилов – это карельский писатель-натуралист. Заядлый путешественник, рыбак, охотник. Большую часть своей жизни он проводил на природе. Его творческое наследие составляет более 10 книг. Это рассказы, очерки, повести о природе для детей и подростков. В этих произведениях Данилов открывает для детей красоту северного края, чуть бережному отношению ко всему живому. Помимо литературного творчества, Данилов был журналистом, корреспондентом телеграфного агентства, выступал на радио. Занимался он большой просветительской работой и очень активно сотрудничал с городской детской библиотекой Петрозаводска. Он выступал на празднике детской книги, проводил много встреч с юными читателями. И вот это сотрудничество в итоге вылилось в то, что в 2005 году городская детская библиотека стала носить имя писателя. С 2005 года. Такое событие – это, несомненно, большая честь для библиотеки, но одновременно это и большая ответственность. Сохранение и продвижение творческого наследия литератора – это становится главной миссией библиотеки. Поэтому здесь ежегодно проводятся Даниловские чтения, в рамках которых проходят различные конкурсы, встречи с представителями экологических организаций, квизы и многое другое. Также благодаря родственникам Владимира Данилова библиотекарями были собраны различные материалы, посвященные его жизни и творчеству, которые в итоге было решено разместить на сайте. Результатом стал электронный ресурс «Лесные приключения» с Владимиром Даниловым. На слайде можно видеть то, как этот ресурс выглядел изначально и как он выглядит теперь. Дело в том, что не так давно наш сайт перешел на новую платформу, и в связи с этим ресурс был значительно обновлен и переработан. И вот этот вот вариант новый был представлен на 18-х Даниловских чтениях в 2023 году. Ресурс наш делится на шесть разделах. Первое, о чем стоит поговорить, конечно же, это раздел с биографией. Он у нас называется «Давайте знакомиться». Обращаю ваше внимание на портрет писателя. Он был выполнен специально для нашего ресурса. По фотографии его нарисовала ученица специализированной школы искусств в Республике Карелия Юлиана Савельева. Также в этом разделе находится небольшой фотоархив и подраздел с аудио- и видеозаписями. Материалов тут не так много, но они очень важны и интересны. Это видеозапись встречи Владимира Данилова со школьниками, то есть возможность увидеть то, как писатель общался непосредственно со своей аудиторией. А в аудиозаписи фрагмент эфира радиокарелии с интервью. Которого писателя взял радиожурналист Николай Исаев. Ресурс наш постоянно пополняется. Так, нововведение этого года подраздел «Журнальные публикации». В фондах нашей библиотечной системы хранятся номера журнала «Север» и на рубеже, как раньше назывался журнал «Север». В номерах журнала на рубеже за 1962 и 1963 год мы нашли рецензию на одну из книг Владимира Данилова, а также небольшой цикл рассказов о птицах в городе. Эти материалы мы подготовили к публикации и разместили буквально недавно, к началу 2024 года. Список книг писателя представлен в разделе «Произведения Владимира Данилова». Все эти книги можно взять в библиотеках нашего города, также в Национальной библиотеке Республики Карелия. Каждая из библиографических описаний книг оформлена в виде ссылки на наш электронный каталог, при помощи которого можно уточнить наличие книги уже в конкретной библиотеке. Отдельный раздел, конечно же, мы посвятили даниловским чтениям. Они проходят в библиотеке с 2006 года. Пока этот раздел находится в стадии наполнения, то есть переноса со старого варианта ресурса на новый. Но, тем не менее, какая-то информация здесь уже есть. И хотелось бы здесь отметить, что в этом ресурсе мы постим не просто летопись чтений, но и какие-либо материалы, которые в разное время готовили участники этих мероприятий. Так, в 2021 году был объявлен конкурс видеозарисовок по рассказам Владимира Данилова. И на страничке, посвященной этим чтениям, размещены видеопобедители. Следующие три раздела посвящены непосредственно творчеству Владимира Данилова. Оцифрованные материалы представлены в разделе «Лесная газета». Он посвящен одноименной рубрике, которую Данилов ввел в карельской газете «Юные ленинцы». Там тогда опубликовались рассказы, викторины, конкурсы, лесные новости, наблюдения за природой. Их присылали в газету юные корреспонденты со всех уголков Карелии. Также в этой газете печатались и первые рассказы писателя. С некоторыми произведениями Владимира Данилова можно познакомиться и на нашем сайте. В разделе «У книги появляются картинки». Сюда вошли материалы электронного ресурса рассказы и повести Владимира Данилова в иллюстрациях детей. Создан он был еще в 2011 году, когда праздновали 80 лет с дня рождения писателя. К этой знаменательной дате был объявлен конкурс, в книге появляются картинки, конкурс детских иллюстраций к рассказам Данилова. Всего тогда читатели предоставили более 150 рисунков к 35 рассказам и повестям Владимира Данилова. Сейчас эти рассказы и повести с детскими иллюстрациями можно увидеть на нашем ресурсе. Нашлось у нас место и для интерактивного раздела. Его название «Читаем и играем. Говорит само за себя». Здесь у нас представлены некоторые игры, ребусы, угадайки. С помощью них можно проверить знания произведений Владимира Данилова и немного даже знания в целом о природе. Некоторые из них оформлены при помощи сайта Learning Apps, другие же мы делали нашими силами. И вот одно из таких заданий, я предлагаю вам с ним познакомиться. Попробуйте найти на этой картинке… Попробуйте найти пять отличий между этими двумя картинками, пока я завершаю свое выступление. На нашем ресурсе мы постарались в той или иной степени охватить все аспекты жизни и творчества Владимира Данилова. Информации у нас не так уж много и материалов, но важно то, что они аккумулированы в одном месте, систематизированы. Ориентирован ресурс по большей части на детей, но в целом этими материалами могут пользоваться как методическими материалами. Учителя, библиотекарь, просветительства и просветительской деятельности. Ну и мне кажется, важно то, что благодаря тому, что информация на сайте размещена, доступна она в любое время, в любое месте, лишь бы был интернет и так далее. Благодарю за внимание. На этом я закончу. Спасибо, Татьяна Андреевна. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Честно говоря, после слайда про лесную газету просто захотелось оказаться в прохладном Карельском лесу. У нас в Москве ужасная жара стоит. Очень заманчиво. Сейчас у нас тоже не очень прохладно, на самом деле, так. Погода нас... Но в лесу лучше, сто процентов. В лесу, да, в лесу, да. Было интересно познакомиться с этим автором, который нам, конечно, в Москве, наверное, особо неизвестен. Но всегда здорово, когда есть такие онлайн-ресурсы, и при необходимости к ним можно обратиться и увидеть не только наследие творческое автор, но и как с ним работают сейчас. Здорово, что вы ведете такую работу, что дети готовы в это вовлекаться и участвовать, а не только специалисты. Коллеги, есть ли из зала какие-то вопросы? Вопросов нету. Спасибо за выступление. Отпускаем вас.